Курсом укрепления оборонного потенциала Курсом укрепления оборонного потенциала 20 ноября в Москве министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства. Обсуждались вопросы дальнейшего развития системы военной подготовки студентов гражданских вузов, формирование проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, подготовки к военным парадам в Москве на Красной площади и в других городах вознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, участники заседания рассмотрели перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год. Первый вопрос повестки дня заседания коллегии Минобороны РФ, которая проходила в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, касался военной подготовки студентов. Формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил профессиональными кадрами всегда являлись важными составляющими обеспечения безопасности государства, заметил в этой связи генерал армии Сергей Шойгу и напомнил, что с этого года военная подготовка студентов проходит в рамках единой организационной структуры на базе 93 военных учебных центров. На заседании шла речь о создании военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях. Глава военного ведомства перечислил их Перейдя к вопросу формирования проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также порядка его реализации и ожидаемого результата, генерал армии Сергей Шойгу назвал показатель, которого предстоит достичь в будущем году. К началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современными вооружениями и военной техникой не менее чем на 70%, сказал он, заметив, что для достижения указанного показателя необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения. Впрочем, боевые возможности войск в следующем году будут наращиваться не только за счет поставок вооружения и военной техники, но и путем их ремонта и модернизации. На данный момент подготовка к размещению заданий в 2020 году идет полным ходом, сказал министр обороны. Заблаговременно заключен ряд государственных контрактов, обеспечено их эффективное сопровождение. При этом он особо подчеркнул, что предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом результатов апробации более чем 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской Республике. Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооруженной борьбы, отметил глава военного ведомства. Следующий вопрос повестки дня заседания был обусловлен важнейшим событием следующего года – 75-летием победы в Великой Отечественной войне. 9 мая по всей стране пройдут торжественные мероприятия, главным из которых станет военный парад на Красной площади. Отметив, что предстоящее торжество и дань глубокого уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость родной земли, спас мир от фашистской агрессии, генерал армии Сергей Шойгу сказал и о том, что сегодня во многих странах все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. В нем, по словам министра, примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов. Помимо наших войск, по брусчатке пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств. Глава военного ведомства сообщил, что в состав механизированной колонны войдет свыше 20 типов новой модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это боевые машины пехоты «Арматы» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В-4С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Дерево ЦПВО», инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей «Тайфун», перечислил он некоторые из новых изделий оборонной промышленности. Генерал армии Сергей Шойгу также сообщил, что, помимо Москвы, праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны, а торжественные шествия пройдут во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. В них будут задействованы более 155 тысяч человек и около 3000 единиц техники. Завершилось заседание коллегии рассмотрением перечня объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год. Перед этим министр обороны кратко напомнил об основных направлениях и результатах работы военно-строительного комплекса в текущем году. Он отметил, что в этом году основные усилия направлены на создание объектов сил ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения и военной техники, развития аэродромной сети, системы базирования военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки. На данный момент построено более 2,5 тысячи зданий и сооружений, сообщил генерал армии Сергей Шойгу. Кроме того, в рамках подготовки к армейским международным играм и командно-штабным учениям ведется обустройство инфраструктуры полигонов и учебных центров. Только в текущем году там возведено свыше 350 объектов, сказал министр. В кратчайшие сроки построены объекты филиала пансиона «Воспитанец» в Санкт-Петербурге и открыто Кемеровское президентское кадетское училище. Говоря о темпах капитального строительства в интересах Минобороны в 2020 году, глава военного ведомства обратил особое внимание на необходимость соотносить сроки создания инфраструктуры с поставками вооружения, военной и специальной техники, планами дислокации войск и доведенными объемами финансирования. Он также отметил, что в соответствии с указом президента РФ от 18 октября 2019 года номер 504 создана военно-строительная компания. «Основными ее преимуществами являются некоммерческий характер деятельности, максимальный статус имущественной безопасности», констатировал генерал армии Сергей Шойгу. По его оценке, создание этой структуры завершит формирование новой модели управления и работы военно-строительного комплекса. Александр Тихонов, «Красная звезда». «Красная звезда»